а друзья всем привет с вами санек по моему пескострую помните да сделал недавно себе пескоструй пескоструйную камеру и вот дорабатываю точнее нахожу такие моменты которые можно улучшить карбит бора сопла заказать не получилось тупо банально нет денег на него вот и все помните да я изготавливал из болта вот такой вот железное сопло болт 10 и 9 в общем раздела его ровно было три миллиметра вот здесь меня есть сверлышки вот он трехмиллиметровые здесь на входе еще как-то держится на выходе друзья буквально почистил два тормозных барабана и она стала уже не три и даже не четыре она проваливается на ближе к пятерке поработала ну час примерно за час вот так сожрал песком обычным песком другими наверно купер шлаками там дробями на еще быстрее бы сыграл в общем не годится я просто проверял расход воздуха на 3 друзья миллиметрах вообще капитально шикарно я тоже попробовал сделать из свечей но у них здесь очень большое отверстие так сказать но они есть разные сейчас я покажу и расскажу какие они бывают вот эти размеры это вот 4 миллиметра сверлышко здесь где-то четыре с половиной воздух вылетает с компрессора с ресивера с дополнительного с ресивера с пескоструя с камеры дома что же там держит какое-то давление вылетает моментально компрессор не успевает выключаться вот как бы хорошо бьет прямо так широко кстати да сейчас мы поговорим об этом бьет друзья широко воздух жрет немерено поэтому я и задался целью уменьшить отверстие мне посоветовали найти вот такую свечу с бензопилы либо стримера я не знаю откуда ее где-то менял говорят здесь поменьше отверстие в итоге когда я сделал уже это все уже все переделал потом только ее нашел возможно если бы я нашел ее чуть раньше вот этого видоса не было почему берут именно эту часть свечи потому что она толстая или чё или как или она удобно или легче стержень достать как доставать стержень легко и просто я покажу полностью вот у меня эти свечи которые по разбирал я их разобрал для примера разных калибров одну даже обрезан 1 с мотоциклом два автомобильных разных калибров почему не используют вот эту часть вот здесь два с половиной миллиметра здесь четыре с половиной миллиметра но офигенский же друзья в общем разобрал свечу и попробовал работать этой стороной ваще кайф воздуха хватает накачанного надолго не на весь день конечно ну поработать хватает в тишине потом включается компрессор при работе пескоструем компрессор накачивает себя накачивает дополнительный 100 литровый ресивер и накачивает еще в баллон где находится песок и выключается это все при работе вот таким вот соплом некоторые крепят его на шланг вот ставят хомутами затягивают некоторые как и я тоже делал вот так но это друзья ну как-то керамика а везде металл работаю с металлом где-то чё-то запросто можно сломать в общем сделал вот такую штуку это фурнитура будет так говорить труб который появит она была вот такая здоровая станки и проточил чтобы она стала поменьше культур мультур впаял трубу также обработал ее труба с металлом внутри и расточил немножечко внутри аночку впаивал трубу со свечой то есть ставил друзья свечку вот так вот придерживаем а потом впаивал трубы она сюда уперлась дошла до сюда сколько надо сделала такую канавку будем говорить или под свечу вот это вот фаска такая получилась внутри на не видно и не дальше вот резьбы потом она была длинная ее обрезал сколько мне надо то есть сделал такую защиту для вот этого и всей части вот как-то так резинки специально сейчас покажу для чего в общем четыре с половиной бывают вот такие вещи бывают вот такие где на вот она чуть длиннее не знаю почему здесь четыре миллиметра вот сверлышка четверочка заезженная но тем не менее она уже сюда зашло не так как не так как здесь то есть 4 четыре с половиной 4 миллиметра два с половиной миллиметра на 4 два с половиной миллиметра на четыре с половиной вход четыре с половиной выход два с половиной плюс канал длинный частицы проходят более длинный путь пока выйдут вот и более как-то точно он бьет не так конечно россияна но более тоньше полоса идет зачистки но расход воздуха меньше вот вот этот вариантик здесь он четыре с половиной да здесь два с половиной за уже не идет практически сразу идет за уже не вот отсюда и до сюда идет уже два с половиной вот как то так давайте покажу работает это вот таким образом смотря каким надо работать вкидываю сюда будем говорить сопла резиночка вот такая вкидываю сюда и сделал и сначала вот такая пластиковая труба 16 она внутри там тоже металл есть вот так с таким расстоянием и и когда зажимается в кран поджимаю резинка там поджимается раздается упирается в стенки по кругу и сопла не болтается это один вариант четверочка также вкидывается также друзья вставится сюда не дальше следующий вариант мотоциклетная свеча она не совсем сюда подходит другие юбки у нее разобрал так чтобы показать может быть когда-то куда-то использую разбирается очень легко в конце ролика будет видос как разбирать до вот такого вот состояния просто показываю как все легко и просто меняется сопла без всяких хомутов без всяких шлангчиков защита от ударов не сломается может кому-то друзья пригодится здесь сделал вот таким образом резинка одевается сюда на свечу свеча вот такая была ульяновск привет классные свечи разобралась очень легко вообще шикардосик так здесь должны быть другие резинки стоит взял резиночку еще одна потоньше это под вот эту трубку вот сюда нам то девается на не падает плотничком идет вот плюс она не дает песку попасть между стенками вставляем так же зажимаю здесь вот вот сопла до края оставим 5 миллиметров сделал такую размер универсальный подходит под что угодно чтобы поменять достаточно достать взять другое сопла здесь чуть тоньше тоньше здесь чуть толще резинки сейчас покажу почему также одеваю плюс резинка еще не дает ему вываливаться когда бывает попадает мусорина бывает попадает прямо при работе у кран чуть другой стороны но тем не менее прям при работе кран перекрыл сопла отвинтил мусор вытрусил он остается между шариком и соплом даже можно постучать не страшно керамической части глубоко плюс упирается но в резинку там вытрусить заново вкрутить и начать работать все очень плотничком кто-то скажет при работе вот в таком исполнении да давайте возьмут можно черную использовать можно зеленую она чуть потоньше зеленая черная чуть потолще без разницы единственно отдает дистанцию потом черная деда и дистанцию чуть больше зеленая резинка здесь вот чуть чуть меньше но может критично кому мне вообще без разницы чё попалась под руку то и вкидываю если кто-то скажет что трубка пластик сожрет песок до до металла потом начнет уже вырезать металл вряд ли потому что вот сюда отверстие большое они не так интенсивно бегают от стенки к стенке нежели вот в самом самом сопли сопли до сло такое сопли вот в этой части в керамике поэтому я сделал еще такую вот металлическую вытащил она такого же размера такой же друзья толщины единственно сделал здесь юбочку чуть чуть пошире трубка 16 становится вообще четко от отверстия напротив отверстия будем так говорить сейчас так кран кран старый для показать чисто вот прижимается стенками плюс она еще залазит в этот становится четко по центру ну не знаю сожрет не сожрет в общем буду работать с ней если сожрет друзья буду уже работать вот с металлическая на потолще жрать ее будет подольше не то не столь важно давайте вот накину резиночку и также она тоже плотничком о за что я говорил когда она прижимается резинка вот раздается также сюда становится если прижать она не вываливается я только доставать я думаю понятно смысл моих этой всей конструкции идеи очень удобно стало вообще капитана на коробежку там сделаю какую-нибудь их прямо в камере буду держать где-нибудь отдельно вот в любой момент не вынимая не поднимая стекло не открывая двери можно будет все это дело друзья заменить свечи разбираются хорошо легко бывает из восьми две сломались может были трещины может еще как в общем не столь не столь важно даже друзья из 9 все друзья всем пока с вами был санек скоро увидимся смотрите видос до конца как разбирается друзья свеча на примере этой свечи мужики покажу кольцо я откусил вот здесь этот ус откусил и сейчас буду ее разбирать в общем взял палец вот такой у меня кусочек пальца был на нем разбирал сейчас покажу для примера на целом палец поршня шатуна ставлю вода свечу так чтобы закрылась керамическая часть плюс она еще от температуры будет погреваться и легче будет выходить стержень соответственно что отсюда что отсюда этот мой протолкнем этот выдернем этот протолкнем ставлю вот так вот свечу она становится вообще капитально как раз таки вам пламя не будет попадать на керамическую часть а будет просто и разогревать иначе она она сразу трескается только нагрев дальше друзья газовый резак и прямо до краснища до краснища разогреваюсь может быть с первого раза не выйти еще раз разогреваю со второго сто процентов выходит вот этот маленький буду проталкивать вот такой проволокой это такая стальная проволока с проводов вот она довольно таки жесткая и очень удобно проталкивать в общем давайте камеру на штатив нагрев в ускоренном варианте и выдергивание стержня я думаю видно одна часть Не хочет дальше идти, поэтому еще раз нагреваю. Надо перчатку надеть на всякий случай. Может резко провалиться. Такое уже было. Продолжение следует... Выходит. Все. Вышла бяка-бука. Теперь ждем, пока свеча остынет. Соответственно, все это дело убираю на улицу.